Старые авторитеты так или иначе уходят в прошлое. Кто-то мирно умирает в своей постели, кто-то, как старый Кокачи, погибает от пуль, выпущенных киллером, до последнего выполняя свои воровские обязанности. Появился на свет старейшина преступного мира в 1940-м, в городе, ставшем родиной для многих деятелей от криминала, Зугдите. Первая судимость настигла его в 1963-м. Загражу и сопротивление при аресте ему дали один год. Спустя три года после освобождения в 1967-м ему вручили долгожданную воровскую корону. И буквально тут же он вновь попал за решетку. На три года и опять за грашу. Во время отбывания срока Шакро принимал участие в коронациях других авторитетов. В 1980-м он сил еще на год за бротяжничество. В 1981-м получил пять лет за ношение нелегального оружия. После своего освобождения в 1986-м авторитет переехал в Москву. Большой тюремный срок и соблюдение воровских понятий сделали Шакро одним из самых уважаемых грузинских законников. Его очень часто приглашали на сходки. Он принимал участие в разрешении конфликтов. Говорят, что он также имел серьезные связи в российских властных структурах. Шакро возглавлял Зугдитскую и Кутаийскую группировки. В то же время у него были очень хорошие отношения с главарями других сообществ, как чеченских, так и славянских. Во время проживания авторитета в Москве местные оперативники часто задерживали его с наркотиками. Однако, серьезными сроками это не закончилось. Только в 1994-м его приговорили к 8 месяцам за запрещенные вещества, обнаруженные при задержании. Группировка Кокачи на тот момент держала под своим контролем большое количество предприятий и несколько банков. Что касается теневой части бизнеса, то его люди обеспечивали канал поступления в Россию угнанных машин из Германии. В 1996-м один из самых уважаемых старейшин криминального мира был убит. Это произошло на автостоянке в Германии. Киллер выпустил несколько пуль в голову, не оставив тому шанса выжить. На тот момент Кокачи было 56. Кто был заказчиком преступления и для чего это было сделано, так и не стало известно.